всем привет друзья ну что как ваши ничего надеюсь что отлично группа dream theater выпустили свой новый сингл даже уже открыли предзаказ своего нового альбома так что мы сейчас послушаем что же не там наваяли тем более джон петрович совсем недавно анонсировал восьми струночку атер не был так что вполне вероятно что сейчас нас будет взять что-то очень мощное а может быть конечно как всегда лютая прогрессия слова запил и короче прям какая-то картошечка говорят некоторые в общем послушаем узнаем мы потом пообщаемся и че вообще ждать или не ждать нового альбома так что invisible monster я нажимаю на play вы нажимаете на полный экран смотрим поражаемся скилл группы и конечно же кайфуем но и обсуждаем как я уже сказал это во второй раз поэтому поехали шесть струн хммм как это нотками мистицизму навевает во Фирменная тема, именно на этом моменте ты понимаешь, что это Dream Theater. Пока качает. О! Очень специфичный вокал. Я очень долго не мог понять, нравится мне или нет. Скорее больше нравится. Субтитры сделал DimaTorzok. Это очень и очень мистичный и мрачный. Мне нравится. Это как-то весело. Картинка забавная. Мне нравится. Припев явно вывозит. Мощная. 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 Ааа, радар работает, друзья, работает! Давай, Джоня, давай! Классно! Это не самое безумное соло, но мне все равно очень нравится. Классно! Слава Богу, что это не просто гаражный клип, а все-таки так или иначе с нотками сюжета, как мы любим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-хо-хо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я это обожаю! Ох! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот они, друзья, Dream Theater со своим новым синглом Invisible Monster. И что вам могу сказать? Это отголоски прошлого. Для меня огромное чувство ностальгии, как будто я слушаю первые альбомы Dream Theater. И это очень круто, потому что крайние альбомы, они, конечно, скажем так, очень на любители. Лично я для себя, наверное, могу выделить одну-две композиции с каждого альбома. И это не круто, потому что если мы вспомним вообще пик карьеры, то там чуть ли не все композиции на альбоме могли быть крышесносными. И это было очень круто, так что сейчас это, конечно, не самый пик, не самый шикарный трек из тех, которые вообще есть у группы. Но, на мой взгляд, это очень хорошая затравочка на то, что стоит ждать, что же будет на альбоме. Если мы говорим про клип, то это довольно мрачная картинка, которая пытается донести до тебя то, что где-то там в голове у тебя есть монстры, с которыми необходимо бороться. Ты придаешь им какие-то очертания, чтобы, возможно, придать им больше мистицизма, но избавиться от них ты все равно не можешь. И, конечно же, нужно погрузиться в текст, потому что, как всегда, просто с первого прослушивания ничего не понятно. Может быть, как всегда, это просто красивая картинка, ничего общего не умеющего с текстом. И такое тоже может быть. А вы, кстати, если знаете, то обязательно пишите в комментариях. Если мы говорим про трек, то, как мне показалось, это очень неплохая дань тому, что группа делала раньше своим первым альбомом, первым релизом. Все очень-очень круто и эдакой раритетностью отдает. И мне это нравится, потому что, как я уже сказал в самом начале, новые альбомы, конечно же, на любителя. Поэтому текущий альбом мы, конечно же, ждем. Нужно даже зайти на сайт по предзаказу. Может быть, там есть какие-то мини-тизеры. Сомневаюсь, конечно, но о чем черт не шутит. Ну и, конечно, друзья, пишите свое мнение по треку, по группе, что думаете, ждете ли новый альбом, с какого момента вы перестали или начинали слушать. Давайте, короче, пообщаемся, наведем суету. Ну и, конечно же, поболтаем про нашу любимую группу. Ну, а пока я говорю вам пока. Надеюсь, вам понравилась реакция, понравилась само видео. Пишите свои рекомендации, ведь вы рекомендуете только годноту, а значит, все будут довольны. И я, и другие зрители. Короче, спасибо вам за все, ребят. Я говорю вам еще раз пока-пока, до скорых встреч. И, конечно же, куда ж без этого. Люблю, целую.